Друзья мои, всем огромнейший привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Если вы со мной не знакомы, меня зовут Оксана, я очень рада вас приветствовать на своем канале в клубе любителей секонд-хенда, где все о секонд-хенде, где я с вами делюсь своими находками. И вы в комментариях тоже не забывайте делиться своими находками. Это тема, которая нас с вами объединяет, и мне всегда очень интересно узнавать, что же вам встречается в секонд-хенде такого интересненького. В общем, если эта тема вам интересна, не будем затягивать, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофеек, и приятного просмотра! Первое, с чего начну, это с потрясающего просто кардигана от Hugo Boss. Кардиган мужской, но, если честно, я себе его не вижу в мужском гардеробе. Я сразу его присмотрела под женский аутфит, и мне кажется, он просто чудесно впишется в осенний гардероб. Цвет такой красивый у него. На фоне моей блузы он кажется выбеленным, но на самом деле он довольно насыщенный. Кардиган из стопроцентной шерсти, очень мягкий, приятный, не колючий. Есть два вот таких кармашка здесь, вышивка, я не знаю, видно вам, не видно, вот, вышивка, босс указана, ну и все познавательные знаки на месте. Сзади он выглядит вот так, абсолютная база. Ну, кардиган, конечно, мне безумно понравится, несмотря на то, что мужской, повторюсь, вот он прям создан для женского гардероба, такой уютный, такой комфортный, такой осенний, зимний. Следующая вещь на мне не сошлась, хотя вот так я смотрю на камеру, выглядит она довольно объемной. На самом деле это XS, и не сошлась она мне в талии, в остальном она неплохая. Может, я еще похудею под эту юбочку, а может отправиться ко мне в магазинчик в инстаграм. Мне понравилась эта юбка тем, что, во-первых, она шерстяная, во-вторых, у нее такой красивый, однородный серый оттенок, ну и в-третьих, конечно же, она длинный миди, и у нее очень-очень интересный крой. Вот эта вертикаль из пуговиц, это у нас попа. Причем эти все пуговицы расстегиваются, можно играться, смотрится это максимально круто. Это, конечно же, у нас передняя часть, здесь два кармана, защипы, как я люблю, юбка на высокой посадке. Она из очень плотной ткани, бренд указан Crystal, этот бренд мне не знаком, но она прям такая плотная ткань, такая костюмная, даже практически как пальто, настолько плотная. Думаю, что зимой однозначно в такой будет не холодно, какие-то сапоги и трубы, к примеру, такая юбка, пальто, супер. Следующая вещь, вот такой шерстяной жакет, сразу понятно на ощупь, что это шерсть. Шерсть тонкая, но при этом хорошо держит форму. И этот жакет, очевидно, отшивался на заказ, потому что здесь нет никаких опознавательных знаков, здесь нет места, где, места среза самого лейбла или бирки с составом, здесь вообще внутри ничего нет, что говорило бы о том, что это фабричная вещь. Поэтому мне кажется, что все-таки эта вещь индивидуального пошива, ну, выполнена очень красиво и качественно. Мне так понравился этот цвет, во-первых, он такой офф-уайт, он не чисто белый. Там по себе жакет смотрится невероятно благородно, обожаю такие модели прямого кроя, без излишеств, но при этом, смотрите, как красиво смотрится и выглядит он статусно, и все-таки цвет действительно творит чудеса. Определенные оттенки имеют свойство поднимать на порядок выше стоимость вещи, визуальную стоимость. Единственное, что здесь есть вот такая красная полосочка, если вам видно, это как будто дефект фабричный сам, как будто красная нить сюда попала, в само руно. Но, и, в общем, я не знаю, я попробую вывести, я боюсь испортить. При первоначальной чистке полоска, конечно, никуда не ушла. Ее не так сильно видно, но она есть. Часто меня спрашиваете, покупаю ли я верхнюю одежду в секонд-хенде. Да, покупаю, но чаще всего я ее себе оставляю, потому что сложно найти в секонд-хенде хорошую верхнюю одежду. Большие надежды я возлагаю на пальто, и есть у меня несколько просто потрясающих находок, с которыми я не смогла расстаться. Это пальто от Лора Пьяная. Ну, в общем, не буду спойлерить, все скоро покажу. Но когда попадаются, обязательно покупаю верхнюю одежду. Вот недавно у меня появился и тут же улетел буховик. Конечно, покупаю, но повторюсь, чаще всего для себя. И тут я нахожу вот такой плащ классический, прямого кроя, простой на первый взгляд. Мне здесь понравился его талповый оттенок. Если присмотреться, есть какой-то оттенок баклажана, какая-то розовинка. Я не знаю, может мне так кажется из-за подкладки. Смотрите, какая она яркая. Мне кажется, этот плащ винтажный. Здесь указано, что в составе диален и 33% хлопка. По сути, диален это синтетическое волокно, сродни полиэстро. И чаще всего его используют именно в верхней одежде, потому что у него хорошая ветрозащита. Сама ткань из полиэфирных волокон, она отличается хорошей прочностью и носкостью. Поэтому, собственно говоря, и рекомендуется именно как верхняя одежда. Как нижний слой, нательный слой ни в коем случае нельзя, потому что это синтетика. Как ни крути, она сродни полиэстро. У нее есть все те же свойства, что и у полиэстро. Поэтому, конечно, лучше как верхний слой. Но цвет, конечно, очень красивый. Здесь еще два кармана клапана, вот, видите? И крупные акцентные пуговицы, яркая подкладка. А в остальном он абсолютно простой и сдержанный. Этим он мне понравился. Замечательно, такие плащи смотрятся со спортивным стилем, с кроссовками, с худи, капюшон наружу. На удивление, смотрится очень круто. Этот бренд мне не знаком. Если вы знаете, пожалуйста, напишите. Просто очень интересно. Но мне кажется, это все-таки винтажная вещь. Хотя сохранился он просто роскошный. Размер указан 42. Вы знаете мою любовь к бренду Кос. Я его люблю просто нежной любовью. У меня очень много одежды от этого бренда. Хлопок от Кос вообще заслуживает отдельного внимания. Очень качественный. Если вам встречается этот бренд, я вам его от души рекомендую. Обязательно к нему присмотритесь. Вы удивитесь, насколько он приятен в носке. Насколько он выигрышно подчеркивает все достоинства. И умело скрывает недостатки. Насколько он круто смотрится на любой фигуре. Я не знаю. Это магия. Это, конечно же, работа. Колоссальный труд. Писающие лекалы. Это случается не просто так. За этим стоит большущий труд людей. Ну, в общем, этим брендом я на все 100% довольна. И это я. Этот бренд это я. Он полностью отражает мою личность. В этот раз мне досталась такая яркая блуза. Настолько яркая, что просто завораживает. Такая она красивая, акцентная. Такая она свежая и сочная. И 100% хлопка. Плотная ткань. Хорошо сама по себе держит форму. И отлично просто смотрится на фигуре. Размер указан 36 европейский. Как всегда, модели от Кос. Немного оверсайзет, если так можно сказать. За это я тоже их очень люблю. Застегивается сзади на потайную молнию. Шелковый платок в этот раз вот такой. Без опознавательных знаков. С какими-то буквами. Я не понимаю, это лого или что. В общем, если знаете, пожалуйста, подскажите. Здесь мне понравилась в целом морская тематика. Вот эти вот полоски. Красные, синие, белые. Мне напоминают море. Качество шелка очень хорошее. Он плотный, не просвечивается. Замечательно такой шелк драпируется. И смотрится он статусно. Мне понравился. И такие цвета замечательно смотрятся. И дружат с большим количеством других оттенков. Поэтому легко сочетаемый платок. Переходим к обуви. И спортная находка. Я знаю, что понравится она не всем. Но что поделать против трендов. Не пойдешь и не попрешь. Дедушкиные сандалии. Главный тренд сезона. Иной раз смотришь на вещи и думаешь, что это точно никогда не войдет в моду. Проходит время. И такие модели, как, например, дедушкиные сандалии, становятся главным трендом сезона. Хедлайнером. Что ж теперь делать? Эти сандалии были везде. Они называются сандалии рыбака. Если мне не изменяет память. В переводе с английского. И их показали на подиумах. Ну вот все. Зероу, Марни, Гуччи, Луэве. Все именитые дизайнеры показали свои модели именно вот в таком вот исполнении. Обувь, конечно, спорная. Но она, на удивление, так красиво смотрится на изящной женской ножке. Что я даже немного обомлела. Я не ожидала, насколько они интересно заиграют. Потому что мне всегда казалось, что это обувь уродливая. По-другому ее никак не назовешь. Но я за собой заметила такое, что если мне сразу, вот прям сразу что-то категорически не нравится, то потом это мне будет нравиться прям очень-очень. Так было с лоферами. Так сейчас с дерби. И вот так с такими сандалиями. И так же и с брюками с защипами, которые я изначально вообще не воспринимала. Ну вот так, оказывается, бывает. Такие сандалии показали в разных аутфитах. На удивление, они совсем сочетаются. С брюками, с джинсами, с брючными костюмами, с летящими платьями, с юбками, с чем угодно. Они настолько универсальны. Их реально замечательно обыграли. Особенно ярко смотрятся такие модели с носочками. Спорно знаю, я вам ставлю фотографии, причем как с однотонными носочками, так и с разноцветными, с лого-носочками. Они просто реально интересно смотрятся. Мне кажется, конкретную модель, вот эту, не стоит с носочками, потому что она сама по себе интересная, ее хочется разглядывать. Если сюда добавить еще какие-то носочки, то это будет too much. К сожалению, не мой размер, но я бы с такими поигралась однозначно. Такие носила с удовольствием. Обувь, конечно, удобная, а теперь еще и трендовая. Бренд Мишель Жорди. Здесь везде указано название бренда. И вот такая вот коровка изображена, выполнена. Они невероятно качественны. Неудивительно, потому что это бренд сегмента люкс. На самом деле это часовой бренд. И я даже не знала, что есть у них, оказывается, и обувь. Я нашла еще очень интересные ботинки. Они декорированы, настолько вот грубые ботинки, декорированы ромашками. Причем эти ромашки есть и на ремешках часов. У них тоже красиво смотрится. И на сумках тоже подобные. Сумки есть меховые. И на этих сумках тоже ромашки. Смотрится интересно. И мне очень интересно, откуда взялись эти ромашки. Почему именно вышивка гладиум, вышивка ромашек. Если вы знаете, пожалуйста, напишите. Полнено настолько качественно, настолько добротно и филигранно. Все из меха и кожи. Полностью все из меха и кожи. Смотрятся они невероятно. Здесь еще есть тиснение. Вот видите, тот же бык или корова. И название бренда Мишель Жорди. И здесь эта же коровка. Состояние отличное. На самом деле я их не сама нашла. Мне их принесли. Признаю. И я злоупотребляю. Я злоупотребляю тем, что меня узнают. Некоторые девчонки, мои подписчики, подписчицы. Вам огромнейший привет. И спасибо за то, что вы мне такие подгончики делаете. Ну вот мне иногда приносят что-то интересное. Девочка принесла. Не ее размера. Говорит, ну они такие классные. Я знаю, что тебе понравятся. На самом деле они и не моего размера тоже. Но отправиться ко мне в магазинчик в инстаграм. И кого-то обязательно порадует. Размер здесь 39 что ли. Да, 39. Еще один подгончик. Вот в этот раз я обувь сама не находила. Признаю. Мне также подписчица принесла вот такие вот замечательные кроссовки от North Face. Они кожаные. Состояние... Они новые. Очень классные. Тяжеловатые, конечно. Но это на любителей как раз этого бренда. Тоже не мой размер. Размер здесь указан 40 с половиной европейский. Значит, наш 39 с половиной. Все выполнено из кожи. Очень качественно. Ну, местами кожа замша. Местами прорезиненные участки. Потрясающая находка. Такая сумка из натуральной кожи. Зернистой кожи. Качественной кожи. И эта сумка издалека пахнет кожей. Она абсолютно новая. Была куплена в день люкса. И я нисколько не пожалела, что я отдала за нее почти 1000 гривен. Потому что мне кажется, что она в десятки раз стоит дороже. Очень-очень качественное исполнение. Этот бренд не встречался никогда ранее. Я нашла этот сайт. Не бюджетные там сумочки, а однозначно. И есть очень красивая подобная сумка с таким же ремешком. Посмотрите на этот ремешок. Какой красивый. Точнее, эта ручка короткая. И еще длинный ремешок. Но ручка очень интересная. Там на самом деле много интересных моделей. И нашла подобную. Этой в красивом растительном оттенке. В оттенке шалфея. В моем любимом. Очень красивые сумки. Там действительно качество видно издалека. Вещь статусная. Вещь качественная. Вещь прослужит очень долго. Как я рада, что есть секонд-хенды. В которых можно купить новые сумки. Вот такие. Она большая по размеру. И на сайте есть и меньшего размера. Но здесь формат А4 поместится. Реально аромат кожи. Дорогой, люксовой кожи. Как в дорогих автомобилях. Здесь присутствует. Все выполнено очень качественно. Внутри тоже подкладка из натуральной кожи. Есть несколько кармашков. Одно основное отделение. Один карман, который застегивается на молнию. Здесь есть еще такие дополнительные брелочки. Декоративные элементы. Вот такие вот плетеные. Видите? Которые замечательно украшают эту сумку. Их несколько вот таких интересных висючек. Ну и конечно ручка. Мне так понравилась вот эта ручка. Посмотрите, как она выполнена. Красивые стежки на ремешке. Такой же декор здесь. А в остальном никакой фурнитуры. Никаких каких-то отвлекающих маневров. Отвлекающих деталей. Лаконичность и простота. Ну и качество. Следующая находка. Вот такая интересная сумочка. От бренда Miu Miu. И я как-то что-то показывала от этого бренда. Какую-то покупку. Я уже не помню, что именно. И мне девочка написала, что я неправильно произношу этот бренд. Правильно говорить. Муй-муй. Ну, я знаю, что произношение совсем не мой конек. Поэтому я всегда себя перепроверяю. И так как мне приходит очень много советов от вас. И чаще всего они абсолютно противоречивы. Потому что все мы разные. Тогда то, что нам кажется правильным, не всегда правильно. Поэтому есть смысл всегда себя перепроверять. И никогда не поздно учиться. Я загуглила, конечно. И прошу вас, девочки-итальянки, тоже мне написать, как правильно произносится этот бренд. Ну, вот Википедия говорит, что Miu Miu правильно. Ну, еще допустимо произношение Miu Miu. Ну, типа как мяуканье котенка. Miu Miu. Ну, у нас котята мяукают. Miu Miu. Ну, может Виталий и Miu Miu мяукают. Не знаю. Сутки шутками. На самом деле это бренд итальянский, который принадлежит компании Brada. Об этом знают абсолютно все. И название произошло совсем не случайно. Это первые три буквы имени Miu Ciprada. Которая является внучкой, по-моему. Внучкой, да. Основателя бренда. Вот ее в детстве уменьшительно-ласкательно называли. Ну, либо Miu Miu, либо Miu Miu. Вы мне напишите обязательно, как правильно. Но мне как-то больше все-таки лежит произношение Miu Miu. Я к этому привыкла. Mui Mui вообще как-то не звучит, мне кажется. Но жду от вас фидбэка. Если правильно Mui Mui, значит будем Mui Mui называть. Что ж. На самом деле линейка Miu Miu мне больше даже импонирует, чем основная линейка Prada. Если честно. Я знаю, что меня сейчас забросают камнями. Потому что это линейка. Ну, очень противоречивая. Это, по сути, альтернатива основному направлению Prada. Такая себе площадка для экспериментов. Что-то свежее, яркое, сочное. Что-то экстраординарное, необычное. И что-то, что не вписывается в рамки бренда люксового Prada. Вот это Miu Miu. Мне это очень импонирует. И направление. И все коллекции последние я смотрю просто с открытым ртом. Благо они нам показывают очень много коллекций, проте-порте. В общем, они активно работают. И мне эта работа очень нравится. В данном случае вот такая сумка. Здесь все опознавательные знаки присутствуют. Я бы убрала этот цветочек. Но с дизайнером не поспоришь. Остальном кожа мне очень нравится. Форма сумки тоже. Здесь есть такие петельки для длинного, что ли, ремешка. Но этот ремешок позволяет носить ее на плече. Вот интересно, какой-то детали не хватает все-таки? Или как? Или просто декор? Твоя кожа наироскошнейшая. Мягкая, такая приятная. И мне очень нравится вот этот оттенок. Кирпичный терракотовый. Красиво смотрится. Здесь опознавательные знаки. И внутри такой массивный карабин для такой маленькой сумочки. Тоже интересное решение. Посмотрите, какой он большой. Два кармашка вот таких. Основное одно отделение. Здесь тоже пластина с названием бренда. Все промаркировано. На удивление, вот вам показываю, сумка в идеальном состоянии сохранилась, попала в секонд-хенд. Как его не любить, скажите? Еще одна люксовая находочка. Без ремней в моем видео не обходится. Я всегда на них обращаю внимание. Всегда их ищу. И здесь мне достался мужской ремень. Посмотрите, какая зернистая кожа. Какие зернышки красивые. Бренд Sergio Tocchini. Мне очень нравится бутик в моем городе. Как он оформлен. Вот, девочки Одесситы, зайдите, посмотрите. Очень интересное решение. Даже для дома, для интерьера в доме. Ну, нравится мне. Бренд люксовый, итальянский, одноименный. Его создал теннисист. И одежда в стиле, даже не спорт, а скорее спортшик. Ну, такой вот городской расслабленный стиль. Очень круто смотрится. Ну, и, конечно же, и часовой бренд. Обладает множеством наград и заслуживает внимания. На удивление, цвет здесь не коричневый, а с краснинкой. Цвет красного дерева, я бы его так назвала. Очень красивый оттенок. Мужской, к сожалению. Но мужчины тоже должны одеваться красиво. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 До скорой встречи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok.